Я прошу, будь ласка. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вы полагаете, чем обусловлено национальными особенностями нашими, что мы, в отличие от европейцев, не стремимся поддерживать хорошие отношения со всеми соседями, а обостряем ситуацию во вред себе экономически, прежде всего? Спасибо. Прекрасное запитание. Прошу, будь ласка. Вы знаете, здесь, наверное, надо упомянуть и напомнить, что, по сути, 24-23 года Украина умудрялась находить консенсус. То есть никаких не было конфликтов. Даже в Крыму, который всегда потенциально являлся взрывоопасным, вы помните, 1994-1995, когда президентом был, там действительно находила ситуация до... В Крыму, в Крыму, да. В Пан Мешков. В Пан Мешков. Да, да. То есть, ну, Украина всегда находила консенсус и внутри, и с другими. То, о чем мы говорили в начале программы, многовекторность и так далее, экономическая взаимовыгода. И так оно было, но... Так и 10-го року он приездил, знову ж таки, там, с коротким визитом в Крыму, в Крыму, в Крыму, в Пан Мешков, да, а потом снова в Россию, и тем не менее 10-го року не было. Ну, вот, вы прави, в чом уж тут фишка, как кажутся народом? Я думаю, что определенные предпосылки были где-то глубоко зарыты, которые использованы были внешними силами для дестабилизации ситуации. И я не могу сейчас, я не хочу называть, о ком речь идет, то есть внешние силы. Здесь не только та внешняя одна сила, о которой мы говорим. Тут несколько внешних сил использовали противоречия, которые были глубоко зарыты в украинском, скажем так, обществе. Тогда запитание будет, как, знаете, в народе кажут, не в бров, а в око. А чему саме сейчас? Значит, значит... Друзья, подготовка йшла, да, не 10 лет, я вам могу, навіть и больше. Это 1000%. Да, да. А чему саме сейчас? И президент у нас был Юченко, помним, своего часа? Все думали, ну, это точно будет, ледь не разрыв, в отношениях. Ну, как-то так, правда. А ПДЧ, да, план дій щодо членства в НАТО, и когда тут Буш приездил молодший, ну, уже сдавалось, да. А для Росии и НАТО, не вам же разповідать. И тем не менее, правда? А чему саме сейчас? Я думаю, это субъективный фактор. Тут очень трудно проанализировать. То есть это именно было решение Путина. Конкретно Путина и ближайшего окружения. Именно в этот момент сделать шаг в отношении Крыма и дальше уже Донецк, Луганск. Субъективный фактор, на мой взгляд. Можно долго говорить, анализировать, с чем это связано. Наверное, это связано все-таки с какими-то внутренними убеждениями президента России и его окружения, что нужно было именно сделать вот так вот. Возможно, там были предпосылки для этого и давно. Вы же помните 2004 год, когда был съезд северодонецкого. То есть так же могла быть конфедерация, Россия могла ввести войска. Но Ющенко, о котором вы вспомнили, очевидно, как-то договорился и с американцами, и с другими, что Украина на пять лет станет, не будет идти в НАТО, в Европейский Союз, но и не будет ухудшать отношения с Россией, и Черноморский флот останется в Крыму. Вот эта стабильность, стагнация своего рода, она обеспечила военно-политическую стабильность. Но это обеспечило в какой-то мере нынешнюю ситуацию. То есть это привело, это было одной из причин, потому что это дошло до этого именно сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова